Напомню, что буквально две недели назад США и другие страны Евросоюза предупреждали Россию о возможном теракте. И вот Владимир Путин после своего переизбрания, это было буквально четыре дня назад, на коллегии ФСБ заявил, что все эти предупреждения — это откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. То есть, в общем-то, Владимир Путин проигнорировал предупреждения Запада. Давайте разбираться, почему так произошло и почему спецслужбы прозевали этот теракт. У нас на связи Руслан Левиев, основатель конфликта Intelligence Team. Руслан, здравствуйте. 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 Как бы вы оценили работу российских спецслужб? Ну, с одной стороны, я только часть комментариев слышал Дэвида Шерпа, сейчас сколько-то подключился. С одной стороны, он прав в том, что действительно даже западные страны порой и пропускают такие теракты. Но если, например, мы вспомним теракт 11 сентября, здесь США и все однозначно считают его провалом спецслужб, и даже описывается, как именно, в чем заключался провал. Потому что, на самом деле, перед 11 сентября данных у разных спецслужб было много. Проблема была в том, что не было межведомственного взаимодействия и обмена информацией. Поэтому по отдельности у каждого данных было по чуть-чуть, и поэтому у них не было полной верности. Но если бы они все сложили, была бы полная картина, и теракт бы 11 сентября, они бы предотвратили. Поэтому все здесь воспринимают это 11 сентября как провал спецслужб, даже на официальном уровне. Это прямо признается, что это был провал спецслужб. Поэтому все-таки по нынешнему теракту Москвы я тоже считаю это провалом спецслужб, особенно учитывая, что все-таки им давали данные о том, что будет теракт, и, насколько мне известно, американские спецслужбы какие-то критики передавали. Потому что я вчера следил за репортажами здесь, в США, на моих телепендах, тут выступали многие эксперты и от Пентагона, в том числе, бывшие сотрудники силовых ведомств и разведывательных служб, бывший директор ЦРУ выступал. Они все прямо подчеркивали, что это очень похоже на ИГИЛ, и конкретно называли ИГИЛ-Харасан подразделение. И вот говорят, что в таких ситуациях они обязательно в любом случае передают стране, где может произойти теракт, конкретные данные о том, что вот такие-то имеются данные, и нужно на них обратить внимание, имейте в виду. Тем не менее, как мы помним комментарий Путина, он назвал таким шантажом, попыткой запугать, дестабилизировать ситуацию. То есть фактически было явно видно, что они всерьез эти данные не воспринимают. А по итогу теракт и произошел. Более того, и сейчас они делают такие вот намеки, что это там Украина как-то причастна. Меня это дополнительно наводит на мысль, что фактически организаторы не будут установлены, не будут пойманы, и будет снова благодатная почва для повторения таких вот терактов. Потому что спецслужбы и офицеры руководства зациклили на том, чтобы найти украинский или американский след, вместо того, чтобы найти реальных соучастников и организаторов этого теракта. А могут ли российские спецслужбы быть причастны к организации подобных действий? Мы знаем, как задерживают противников режима, тех, кто критикует политику Владимира Путина, инакомыслящих приходят с предупреждениями, знают, где они живут, берут на карандаш, если те выходят просто из дома в день мероприятия, их тут же ловят по камерам, вычисляют. Здесь люди с оружием смогли проехать, зайти, устроить вот эту вот бойню, а после этого еще на той же самой машине, я правильно понимаю, покинуть территорию города-героя Москва, столицы, и еще уехать за много километров. Как? Ну, во-первых, как раз проблема в том, что если у спецслужб стоит установка на поиск тех, кто помогает Украине, пытается вывести составы там ряды РДК, Легионы свободы России, то, естественно, они будут именно этим, они и будут заниматься. Если бы им бросали задачу, что занимайтесь своими профильными функциями, ищите террористов, то я думаю, они точно так же бы заранее бы нашли всех этих людей, готовящихся атаковать в прокурс-сити-холл, задержали бы их еще там на отеле или по пути в отель, ничего бы этого не случилось. Здесь вот, собственно, и есть тот самый провал спецслужб. Ну и в целом мы видим, что сами террористы тоже оказались не особо подготовленными, то есть уехали на той же самой машине, на которой и приехали, уехали в той же самой одежде, на которой они запечатлены на своей присяге ИГИЛ, то есть явно такие абсолютно неопытные, неготовые люди, поэтому их удалось так быстро поймать.